Несмотря на заявляемую приверженность Баку-Еревана к мирному процессу, напряжение между сторонами все еще остается и до сих пор только нарастает. Не считает ли в Москве, что вопрос по армяно-азербайджанскому регулированию уперся в тупик? Вы знаете, у нас действительно вызывает обеспокоенность нарастание враждебной риторики, увеличение числа инцидентов на Горном Карабахе, неготовность сторон к поиску компромиссов по регулированию ситуации вокруг Лачинского коридора. Мы исходим с того, что альтернативы мирному процессу нет. В этом мы решим и переподтверждаем свою позицию. Мы призываем стороны к сдержанности в заявлениях, к сдержанности в действиях, к возобновлению переговоров по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации, включая разблокирование транспортных коммуникаций, делимитацию границ, подготовку мирного договора, проведение встреч общественников, парламентариев и так далее. Спасибо. Вот к вопросу, знаете, часто задают вопрос, может быть, сегодня будет, но постоянно, как вы оцениваете вовлеченность Запада, Евросоюза в нормализацию? Вот как только они появились, сразу появились масштабные проблемы. И за всеми словами о мире и желании помочь, мы видим на ситуации реальной совершенно обратное и противоположное заявлениям Запада. Вот еще один дополнительный штрих к общей картине. Ну вот сегодня, извините, пожалуйста, вот Энтони Блинкенс сегодня заявил о том, что может в скором времени между Попой и Ереваном может быть подписан мирный договор. Вот как в Москве оценивают возможность в ближайшем времени подписания мирного договора? Давайте будем все-таки комментировать состоявшиеся события, комментировать перспективы. Очень многие гораздо, но все-таки мы исходим из того, что сначала должно это свершиться, а потом уже нужно будет и можно будет это комментировать. Вы всегда, знаете, мы открыты комментарием, но пока комментировать просто нечего. Субтитры создавал DimaTorzok